Поезда Hyundai снова остановились, причем все 10. Сегодня их производители извинились перед украинцами за неудобства и пообещали отремонтировать составы за свой счет. Из-за чего же на этот раз Интерсити вышли из строя, узнавала Ирина Романова. Забронировать билет на Интерсити Киев-Донецк нельзя уже второй день. Вместо скоростного Hyundai сайт Укрзалезнити предлагает места в обычном пассажирском поезде. Нет билетов и в кассе. Люди в шоке, потому что все это было неожиданно даже для нас. Просто так взять скоропостижно, убрать состав и не предупредив никого ни о чем. Лишь вчера вечером на сайте Укрзалезнити появилось сообщение. Эксплуатацию корейских составов приостановили из-за неисправности. А сегодня руководство ведомства уточнило. Во время техосмотров в поездах обнаружили трещины. Это связано с пузовом и с несущей конструкцией пузова. Имеются трещины, имеются те неисправности, которые по нашим нормативам, по украинским нормативам, они заставляют нас приостановить движение поездов. Как долго скоростные поезда простоят в депо, ведомстве сказать не могут. Уверяют лишь, что уже завтра в Киев и Сеула приедет специальная комиссия. Вместе с украинцами искать причину поломок. Пока у корейцев только извинения. Я хотел бы извиниться за возникшие неудобства. Мы обнаружили в составах небольшие дефекты и вынуждены приостановить их эксплуатацию. Главное, безопасность пассажиров. Это уже не первая поломки Хюндаев, которые оперативно закупили накануне Евро-2012. Той же зимой, как только ударили морозы и выпал снег, они начали массово выходить из строя. Картина, когда сломанный корейский состав тащат к вокзалу украинский локомотив, стала в то время обычным явлением. Но если тогда в ремонт отдавали 1-2 состава, то теперь все 10. У Козелезныти призывают не паниковать. Обещают всех, кто купил билеты заранее, поездами обеспечить. Отправляться дополнительные составы будут по прежнему расписанию. Вместо Интерсити из Донецка в Киев сегодня пришел обычный пассажирский поезд. Да еще с опозданием почти на целый час. Для Сергея задержка изменения облика поезда нового поколения стала неприятной неожиданностью. На вокзал пришел и стала неожиданностью. А когда уже возмещаться? Когда ехать надо? Похожий состав, старый локомотив и три вагона прибыл сегодня вместо Интерсити и в Донецк. Мы ехали в плацкартном вагоне и мы опоздали, по-моему, на полчаса. Правда, пассажиров обоих поездов сразу же пригласили в кассу. Получить разницу в стоимости проезда. Но и тут сюрприз. Не могут возвратить компенсацию, еще нет перерасчета. В УКЗ уверяют, деньги отдадут всем. Если пассажир не отказывается от поездки, человек может сдать билет и получить деньги в полном объеме, без каких-либо удержаний. Из 50 пассажиров Интерсити Львов-Киев от проезда в обычном поезде отказались две трети. Остальным пообещали, разницу в цене компенсируют уже в Киеве. Если, например, стоит на Хуньдай-Коток где-то 250 гривен, то на купе на Котоковой плоскарной 120-130. Но все деньги поверяют уже Киев. Компенсацию на столичном вокзале многие сегодня так и не дождались. Некоторые, узнав, сколько хлопот предстоит, приняли кардинальное решение. Сдаем билеты и улетаем на самолетах. Ирина Романова, Ирина Исаченко, Кристина Гошенко, Игорь Антонюк. Подробности Телеканал Интер. Продолжение следует...